Уральский городской суд вынес приговор по делу известного в городе бизнесмена. Руководителя строительных компаний Аманжола Конеева признали виновным в неуплате налогов на сумму более полутора миллиардов тенге. Отметим, что предприниматель находится под стражей с ноября 2020 года. В областном суде отметили, что бизнесмен уклонялся от уплаты налогов в бюджет путем внесения в декларации заведомо искаженных данных о расходах и доходах с использованием счетов фактур без фактического выполнения работ. Прокуратура просила признать подсудимого виновным и назначить ему 6 лет и 8 месяцев в колонии. Директор ТОО Марасант и ТОО Берлек Аманжол Конеев признан виновным по части 3 ст. 245 Уголовного кодекса, то есть уклонение от уплаты от налогов в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. На основании закона об амнистии назначено наказание в виде лишения свободы сокращено на 1,5 часть наказания, то есть на 1 год. Окончательно назначено 4 года лишения свободы с отбыванием наказания учреждений уголовной исполнительной системы минимальной безопасности. Также суд удовлетворил гражданский иск прокуратуры. Конеев обязан выплатить доход государства 1 миллиард 665 миллионов тенге. Защита подсудимого, скорее всего, будет обжаловать приговор. Суд принял во внимание все наши доводы касательно эпизода мошенничества. Приняв их во внимание, в общем-то, как итог, это все выразилось в управдательном приговоре. Именно в этой части обвинения, по этому эпизоду. То, что касается эпизода обвинения по уклонению от уплаты налогов, то, несмотря на все переводимые нами доводы, которые были в ходе судебного разбирательства, почему-то суд, так скажем, пришел к выводу о виновности нашего подзащитного в совершении данного уголовного правонарушения. Отметим, что бизнесмен руководил фирмами, которые занимались строительством крупных социальных объектов. Среди реализованных проектов – благоустройство площади первого президента, реконструкция стадиона «Юность», строительство жилья и дорог по государственным программам. Роман Копняев, Айбулат, ЖГПР Александр Грабарев, ТДК-42.